Возведем в степень. Напишем n скобок и все перемножим. Понятно, что там иногда будет корень из двух умножить на корень из двух, но мы это будем заменять на двойку. Будем делать, 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 и в конце концов будет что-то целое, а что-то с участием корня из двух. Каждый член в этом разложении, это сколько-то единичек на сколько-то корней из двойки. Ну, сколько-то корней из двойки это либо, это какая-то, это сколько-то двоек. Если в четной степени, то это целое число, а если в нечетной степени, то это сколько-то корней из двух. Да, хорошо, дальше. Надо понять, где там корень из k, а где корень из k плюс один. Вот как записать x в виде корень из чего-то? Корень из x квадрата. Замечательно. А как написать y корней из двух, как корень из чего-то? Корень из два y квадрата. Вот и напиши. Что осталось доказать? Что они отличаются на единицу. Как? По индукции. Можно по индукции, да. А как легче? А как легче? Ты знаешь, что 1 плюс корень из 2 в степени n это x плюс y корней из 2. Что всегда делают в алгебре, когда есть выражение с квадратными корнями? Когда есть какая-то штука с участием корня из 2. Что положено делать? Вспомни формулу из школы для решения квадратного уравнения. Там была такая замечательная вещь, как плюс-минус. Какое число является сопряженным для числа 1 плюс корень из 2? 1 минус корень из 2. Правильно. Что бывает в алгебраическом выражении, когда перед корнем из 2 поставишь другой знак? Переход к сопряженному числу. Это очень важная идея. Она в школьной программе присутствует, когда вы решаете квадратное уравнение, и там есть плюс-минус перед квадратным корнем. Все помнят? Да. Теперь объясни, почему это так. Вот сюда входят все члены, в которые корень из 2 входил нечетное количество раз. И перед ними, перед всеми изменился знак. Да. В x тех, в которые входили четное число раз. Да. Значит, перед ними не изменился знак. Да. Значит, какая зона... Замечательно. И что же мы теперь сделаем для решения задачи? Перемножим. Конечно. Перемножай. С одной стороны это минус единица. В степени n. С другой стороны это x плюс y. Корней из 2 умножить на... x минус y. Корней из 2, да. Ну, это формула разных квадратов. То есть, это x квадрат минус 2y квадрата. Да. Ну, а это то, что нам нужно. То есть, x квадрат отличается от 2y квадрат то ли на единицу... То ли на минус единицу. То ли на минус единицу. Подойди, пожалуйста, туда и покажи, где будет k, где будет k плюс 1. Ну, в зависимости от четности n. Совершенно верно. Либо здесь k плюс 1. Нет, не здесь, а вот под корнем в следующей строке. Эти два числа, x квадрат и 2y квадрат, различаются на единицу. Пожалуйста.